Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Реализация соглашений Сочинского инвестфорума. Глава Анапы оценил код работ по строительству жилого комплекса времена года. Воркаут набирает обороты. В седьмой школе приступили к монтажу новой спортивной площадки. «Где на Руси жить хорошо» – Анапа вошла в пятерку самых комфортных для жизни городов страны. Учитель. Как много в этом слове. Педагогов Анапы на общегородском торжестве с профессиональным праздником поздравил глава города-курорта Сергей Сергеев и в торжественной обстановке вручил награды лучшим представителям профессии. В зале школьные педагоги, преподаватели спортивных школ и учреждений дополнительного образования. 40 лучших учителей, отмеченных грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки Краснодарского края, главы города-курорта. Но добрых слов в свой адрес заслуживает каждый, кто связал свою жизнь с благородным делом, воспитанием и наставничеством. По словам главы города Сергея Сергеева, День учителя – один из тех праздников, который вызывает только положительные эмоции и теплые воспоминания. Я уверен, что у любого человека в жизни состоявшегося были очень и очень хорошие учителя. Без этого человек не может встать на ноги, не может достичь определенных успехов в жизни, в работе. Да, наверное, стать просто человеком с большой буквы. И учителя – это невысокие слова, не считая с личным премием, иногда, забывая домашние дела, вкладывают в нашу душу. Я хочу вам пожелать благодарных и успешных учеников, которые будут говорить, я учился в Анапе, мои учителя имеют такие фамилии, и сегодня они заслуживают слова уважения. Вчера было много поздравлений. И от бывших учеников с волнением читала все слова, а одна мамочка прислала слова благодарности, а в конце написала «Моя Полинка с удовольствием бежит в школу». Вы знаете, вот лучшей награды для учителя нет. У Елены Шарпан педагогический стаж 33 года. Она завуч и учитель младших классов. Конечно, учитель начальных классов, он очень отличается от учителей старшего и среднего звена, потому что это малыши, это особенный народ. Когда они приходят в первый класс, мы должны заменить им маму. Они должны чувствовать у нас поддержку. Губернатор Государского края и администрация нашего города большое внимание уделяет как отдельно взятому учителю, так и в школе, и в общем отрасли образования. От всех собравшихся я хочу вас доверить, что все образовательные учреждения муниципалитета делают все возможное, а иногда и невозможное. Чтобы вам не было стыдно за отрасль образования, мы еще больше будем стараться. Традиционно в России среди педагогов больше женщин, однако с ростом заработной платы растет и число мужчин, хотя сегодня в школах они в буквальном смысле на вес золота. Должна быть любовь к детям. Я детей люблю, поэтому в школе работаю. У меня образование первое, вообще юридическое. Я по специальности пассажировался полтора года, мне не понравилось. И я решил попробовать в школе. У меня просто мама, она педагога, с большим стажем была, когда работала, в русском языке и литературе. Меня пригласили, как человека, имеющего гуманитарное образование, попробовать преподавать. Я год поработал, и мне понравилось. Я закончил еще заочно педагогический институт и пришел в школу. Всего в городе 92 образовательных учреждения. В них работает более 2,5 тысяч педагогов. Как говорят в городском управлении образования, с этого года старшеклассникам покажут то, что обычно остается за кадром. Административная работа, подготовка материалов к урокам. Педагоги уверены, кто-то из них обязательно выберет для себя профессию учителя. И в продолжении темы. Во дворе школа номер 7 по поручению главы города-курорта расширяют спортивную площадку. Здесь устанавливают комплекс для занятий и уличной физкультуры, на котором смогут заниматься учащиеся младших и средних классов. Едва ли не самые основные инструменты монтажников – те долитый уровень. Работа достаточно точная. Рядом площадка для подростков и взрослых. Старшеклассник Марк в день делает по несколько подходов к турнику, а после тренировок сам занимается плаванием. Поэтому для него это своего рода обязательная программа. Марк отмечает, что в Анапе немало мест для занятий уличной физкультурой. Развивается хорошо. Площадки везде есть. В каждом дворе турники. Также для подростков и взрослых в городе устанавливают площадки для занятий уличной гимнастикой и воркаутом. Это один из уличных видов спорта, который постепенно набирает популярность среди молодых людей. Среди них проводят специальные соревнования. В Анапе и сельских населенных пунктах действует 14 воркаут-площадок. Постоянно появляются новые, их закупают и устанавливают как на бюджетные средства, так и на деньги спонсоров. А 14 октября по всему Краснодарскому краю пройдут выборы лидеров школьного самоуправления. Как рассказали в городском управлении по делам молодежи, в настоящий момент в школах муниципалитета проходит самая настоящая предвыборная кампания. Участие в проекте дает возможность школьникам проявить себя, свои лидерские качества. Избранные президенты школы войдут в новый городской ученический совет. Они будут заниматься подготовкой различных мероприятий патриотических, волонтерских, спортивных или просто досуговых. Таким образом, у школьников есть реальная возможность влиять на молодежную политику. Это новый взгляд на те вещи, которые мы делаем из года в год. Это всегда важно для нас. Мы прислушиваемся к нашим ребятам, потому что понимаем, что они будущее нас и нашего города. И благодарны им за те идеи, за те вдохновленные глаза, которые мы видим, когда встречаем их. Один из инвестиционных проектов, который Анапская делегация представляла на форуме в Сочи – возведение жилого комплекса «Времена года». Жилищное строительство – одна из наиболее привлекательных сфер для вложения частного капитала. Общая сумма инвестиций по этому проекту превысит 2 миллиарда рублей. Для города же важно выполнение бизнесом социальных обязательств. Вместе с жильем должна развиваться инфраструктура, появляться социальные объекты. Инвестор компании «Бесторг» готова работать по таким условиям. Глава Анапы побывала на строящихся объектах, чтобы узнать, как идет реализация намеченных планов. 22 тысячи квадратных метров жилья. Новый микрорайон с красивым названием «Времена года» постепенно обретает очертания. Главу Анапы встречает заместитель директора компании «Бесторг». Борис Базанов рассказывает Сергееву, готовы приступить к строительству новой автомобильной дороги. В этом районе она может стать ключом к решению транспортной проблемы. Здесь, если будет дорога, вот у нас что получается? Народная, потом парковая, и вот эту как-нибудь обзовет. Придумаем название, да? Ну, пока нет. Ну, пока нет названия. Вот у нас уже три улицы соединяются с Мирной, да? Останется от Мирной бросить на Субсевское шоссе. Представь, мы разгрузим как город. Здесь, этой стороной. Въехал, город не надо, и поехал в Субсев. На пути строителей есть препятствия. Гаражи. Нужна помощь властей. Сергей Сергеев обещает изучить вопрос. В пятиэтажных домах идут отделочные работы. Материалы современные, да и подход такой же цивилизованный и обстоятельный для комфорта будущих жильцов лифты. Смотри, культура производства, вот разная, да? Они не знали, что мы приедем. Посмотри, на сам порядок, на все остальное. Вы уже лифты монтируете? Нет, лифты уже давно смонтированы. А, просто, чтобы никто не влазил, да? Да, конечно, они закрыты сейчас, законсервированы. Это грузопассажирский лифт на 1100 килограмм. Ну, в среднем 12 человек. Да. По правилам доступной среды сделают удобные порожки перед входами. К каждому подъезду подъемники. К уже построенным многоквартирным домам добавятся новые многоэтажки. Они вырастут в сторону субсехского шоссе. По согласованию с жильцами, наверное, все-таки территорию будем закрывать. Внутри среды мы будем делать совсем безбарьерную. То есть, хотим вот этот поребрик, который будет отделять зону условно проезжую от пешеходной, тротуарной, да? Ну, и маленький таким вот бордюрным камнем по тем делам. Просто обозначить? Да, просто обозначить. Сделано действительно для людей. И вот, что еще удивляет, вот пять этажей и лифт. Очень удобно. Не откладываясь сразу после выезда на объект, глава города дает поручение подключиться к решению дорожного вопроса. Кудрявцево, Заулицкое и Кухтиево. Значит, у нас без пора, Анапское шоссе, пятиэтажный дом, если смотреть на фасад строительства, с правой стороны по муниципальной земле должна быть дорога по улице Мирной. До начала, до Мирной. А потом со временем и до субсехского шоссе. Эта дорога уже может начинать строиться за счет инвестора. Но там есть гаражи, которые вылезли на муниципальную землю, не знаю, самостроили, не самостроили. Комиссионно выезжаете, графику накладываете на земельный участок, чтобы не было препятствия к строительству дороги. Со сроками не затягивать, чтобы важное для города строительство дороги не растянулось на годы, подчеркнул Сергеев. Тем более, частный капитал готов реализовать проект. Еще одна договоренность с инвестором – строительство пристройки к одной из городских школ. В Анапе на пересечении улиц Астраханская и Крымская на этой неделе проводились демонтажные работы. По решению управления муниципального контроля был ликвидирован самовольно возведенный забор около дома номер 77. Рабочие ремстроя спилили незаконную конструкцию, освободив тротуары в весьма оживленном месте. В управлении муниципального контроля продолжается работа по исполнению решений международной комиссии. За сентябрь, который прошел, было проведено 9 заседаний комиссии, на которых вынесено 44 объекта некапитальных. На сегодняшний момент исполнено решение по 23 объектам. На улице Крымской Астраханской был сотрудник муниципального контроля в ходе мониторинга. Выявлена установка забора металлического. Частично с улицы Крымской, получается, около 17 метров уже прикрепленного металлического профиля. С улицы Астраханской собственникам еще прекратили эту работу. Сейчас вынесено было на решение МВК и было вынесено решение о демонтаже данного забора. Впервые сотрудники муниципального контроля обнаружили начальный этап строительства металлических конструкций еще в конце сентября. И сразу же составили протокол об административном правонарушении на нарушителя – агентство «Спутник». Согласно этому документу, владелец прилегающего участка не имел права занимать территорию общего пользования самовольным ограждением. Мужчину обязали демонтировать забор самостоятельно и за свой счет. Однако последний с претензией не согласился, а столбы продолжили обрастать листами металлопрофиля. В итоге городская власть отдала распоряжение о демонтаже незаконного ограждения. Анапа заняла четвертое место среди самых комфортных для жизни городов. Уступил наш город только Грозному, Салихарду и нашему соседу Геленджику. Специалисты портала домофон.ру провели опросы и по итогам составили этот рейтинг. В его основу легла оценка экологии, чистоты, а также безопасности, доступности транспорта, инфраструктуры, спорта и отдыха. Жители Анапы положительно оценили экологию и благоустройство в городе. Также высокую оценку получила графа безопасности. Дни здоровья продолжаются. Ближайший пройдет в субботу в амбулатории Джигинки. Селян примут врачи узких специальностей, а также можно будет пройти диагностические исследования. Дни здоровья продлятся на курорте до конца ноября. Они идут по графику. Кроме того, в этом году добавились такие же мероприятия для детей. Так, в минувшие выходные детский день здоровья прошел в Витязево. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова